В следующем сюжете рассказ пойдет о талантливом молодом человеке по имени Кит Джа. Недавно новое течение музыки в Якутске, регги, взорвало Инстаграм. Подробнее вам об этом расскажет наш корреспондент Петр Говоров. Мы поддерживаем талантливых людей, упорно идущих к своей цели, участвующих во всевозможных соревнованиях, мероприятиях, чтобы проявить себя и получать все больше полезного опыта. Нам интересен творческий путь таких людей. Один из таких замечательных личностей – Кит Джа. А полное имя вам скажет он сам. Меня зовут Субудай Айяр Челанджулустан Вала. Я родился в городе Вилюйск, село Садебыл. Там вырос, там и учился, там и школу закончил. И там первый раз я начал петь. Простые песни в школе пел. А потом как-то подзабыл об этом. Ну вот в 2014 году я начал уже нормально петь. Включайте его на вечеринках, слушайте его перед сном, дайте наушник даже своей девушке. Конечно, для того, чтобы она оценила. Характер исполнения Кит Джа позволяет наслаждаться его творениями в разных местах и обстановках, независимо от обстоятельств. Это помогло мне регги, я думаю. Я раньше хотел, вообще раньше, вот в 2014 году хотел регги спеть. Это мне нравилось, эта песня. А что не получилось? То есть ты не хотел... Как-то, вот что подумают люди, например, им может не понравиться. Вот как обычно, да, люди думают, что они подумают. Но что они подумают, я думаю. А потом, ну вот зачем я это делаю? Я для себя же должен петь. Я же как бы сделал то, что мне нравится. Я же для себя тоже делаю. Если мне нравится, что душа поет, например, я искренне это сделал, может быть. Из-за этого людям это понравилось. Значит, я должен сделать то, что я хочу. Я думаю, так. Ну вот это я тоже, я вот это точно взял у Бога. Его Марли. Вы знаете почему? Вот так подумал. Он говорит, в этой жизни я просто, вот это тело, это мой храм. В этой жизни это мой храм просто. И я не должен портить его. Поэтому лучше, чтобы храм был здоровый, питаться здоровой пищей. А мясо, не знаю, кто кому как, да. А для меня оно как будто, ну, тяжелое. Вы все пробовали в своей жизни. Были и плохие моменты. Но сейчас вы только на светлую сторону. Да. Менять себя можно же. Надо, хочешь поменять мир и начни себя. Из моей жизни интересный момент, это, когда я первый раз взял своего сына в руки, конечно. И самый плохой момент, то, что меня с ним сейчас нет. Бывает же в жизни, ну, в жизни, не у одного, а у меня, наверное, такое. Сейчас полмира так живет, может быть. А еще интересный момент в моей жизни, это быть, когда я стал собой, да поверил, да, в себя поверил. Это не, не из-за этого инстаграма, не из-за этого. У меня это уже началось давно, когда вот я начал понимать себя, принимать себя. И я, как бы, трек выпустил, а, видео выпустил, раньше это было, сейчас его, этого видео, походу, нету. И это видео ей понравилось, и мы с ней познакомились потом, и все. Вот, и она пробудила во мне, Боба Марли, как бы. А как зовут эту девушку? Возможно сказать имя? Айталина. Фамилию не говори, фамилию не говори. Айталина. Несмотря на недостаток материала у исполнителя, я настоятельно рекомендую обратить внимание на творчество и ждать от него, как минимум, очень качественного и необычного материала. Удачи тебе, Киджан. Я желаю вам всем добра и уважайте свой народ.